Инфаркт и инсульт теперь не приговор. Эти болезни успешно лечат нижегородские врачи. Пять лет назад в регионе стартовала программа по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итоги первой пятилетки подвели на научно-практической конференции. Мы стали выполнять селективные коронарографии больным инфарктом, диагностику, стали выполнять чрезкожные коронарные вмешательства, которые ранее в больнице 13, например, не выполнялись. Инфаркты наши лечились чисто консервативным путем. Сейчас уже все и наши больные уже широко знают, что инфаркт теперь лечится хирургическим путем. Пять лет назад пионером в Нижнем Новгороде выступил центр на базе городской больницы номер 13. Сейчас на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями выступают уже два регионально-сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений. Это на 100% обеспечивает область высокотехнологичной медицинской помощи в отношении таких заболеваний. В 2011 году всего при остром коронарном синдроме, то есть при инфаркте миокарда всего по области, было сделано 333 стентирования, когда мы открывались. В прошлом году, в 2015, это количество перевалило уже за 2500. То есть вот это тот метод, который относится к ювелирной, очень высокотехнологичной работе эндоваскулярных специалистов, хирургов. Результаты более чем показательны. Уменьшается летальность, больные быстрее выздоравливают. Пациентов, перенесших инсульт, начинают реабилитировать уже в реанимации. Сейчас, беседуя с Светланой Мардвинцевой, пациенткой городской больницы номер 13, сложно поверить, что еще неделя назад она не могла говорить. Из-за инсульта была парализована половина тела. Доктора сосудистого центра при больнице не оставили болезни шансов. Вот усиленное именно лечение. И большое количество таблеток, уколов. И это не только я там какая-то невозможная. Мы все такие. Когда вот хочешь в столовой уже, и встречаешься с людьми, и вот видишь, что лучше, лучше, лучше. И ложку держат, и разговаривают. Павел Леонтьев сейчас с легкостью поднимается на четвертый этаж своего отделения. Несколько дней назад на базе сосудистого центра ему провели операцию на сердце. В среду мне сделали операцию, поставили два стенда. Ну вот с этого времени я уже хожу, как говорится, до 300 метров по коридору, поднимаюсь с первого по четвертый этаж. Чувствую себя хорошо. Дышать стало легче намного. Врачи здесь относятся хорошо, с вниманием. За пять лет в регионе проведен большой объем работы. Создание сосудистых центров и отделений стало новым импульсом. Врачи стали осваивать новые технологии в лечении инсультов и инфарктов. Реабилитации здесь отводят первостепенное значение. Больные получают помощь быстрее и эффективнее. И, кстати, это результаты только первой пятилетки. У нас 50% после лечения возвращаются к обычному своему ритму жизни. То есть полностью восстанавливают свои жизненные силы. Это хорошее показать. Нам надо здесь наращивать наши усилия. Ну и, конечно, осваивать самые сложные операции. Вот мы сейчас переходим уже в кардиохирургическом центре к вопросам пересадки сердца. Это самый высокий уровень. В этом направлении надо двигаться.